Дмитрий Круковец Останется ли греко-римская борьба в программе «Летние олимпиады»? Об этом мы поговорим в середине программы. Болеть по воле сердца. Каково это быть профессиональным волейбольным фанатом? Трехочковые сланданки и дриблинг. В рубрике «Совет мастера» Азы баскетбола. А для начала обзор спортивных событий недели. В Сургуте прошло открытое первенство в муниципалитетах по армспорту. Турнир совместили с чемпионатом города, в котором выступили взрослые спортсмены. Таким образом, состязания собрали более ста человек. Как пояснил Оргкомитет соревнований, этим турниром городская федерация завершила сезон и провела отборное первенство «Югры», которое пройдет уже в октябре этого года. В спортшколе «Югория» имени Арарата Пилаяна прошло открытое первенство по спортивной аэробике, посвященное 68-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Турнир собрал более 200 участников из Сургуты нефтьюганском. В основном выступали воспитанники спортшколы «Югория». Для них это контрольные соревнования, на которых они демонстрируют навыки, полученные за сезон. Состязания провели в нескольких категориях. Соло-двойка-группа. В КСК «Геолог» прошло открытое первенство спортшколы «Алим» по плаванию среди мальчиков до 14 и девочек до 12 лет. В турнире приняли участие воспитанники различных спортивных школ города. В этот раз в бассейне юные плавцы соревновались в дисциплине 100 и 200 метров комплекса. До конца мая пройдет еще один этап кубка, а ребята проплывут 400 и 800 метров кролем. Завершился региональный этап всероссийских президентских игр среди восьмиклассников. В соревнованиях приняли участие 6 классов команд. Сургут, Нижневартовск, Нефтьюганск, Лангипас, Октябрьский и Нижневартовский район. Главный приз участия в федеральных стартах достался спортсменам Нижневартовска. Серебряные призеры среди югорских восьмиклассников – Лангипас. Третье место за участниками Салаховской гимназии Сургута. На этой неделе стартует 11-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе в памяти Фармана Салманова. В Сургут съедутся около 200 борцов из России, Казахстана и Украины. Этот турнир уже давно стал визитной карточкой нашего города на спортивном Олимпе. Турнир по греко-римской борьбе в памяти Фармана Салманова пройдет в Сургуте уже в 11-й раз. Сейчас эти соревнования всероссийские, хотя по составу участников их можно смело назвать международными. На ковер выйдут также борцы из Украины и Казахстана. Ребята выполняют свои задачи, готовятся к нашему подготовку, проверяют себя перед основными стартами, перед чемпионатом России. Некоторые ребята приезжают непосредственно, чтобы выполнить нормативу мастера спорта. Этот турнир для многих сургутских борцов стал первой ступенькой в большой спор. Сравнить свои силы со спортсменами из-за рубежа, да еще и у себя дома, незаменимый опыт. Приезжает много сильных борцов. То есть каждый может перед каким-то серьезным стартом приехать сюда и опробовать свои силы. То есть на данный момент что он из себя представляет. Где-то добавить в тренировочном процессе, где-то ослабить. В этом году турнир приурочили к международной акции в поддержку греко-римской борьбы. Главный посыл, чтобы этот вид спорта остался в программе Олимпийских игр. О перспективах греко-римской борьбы мы поговорим чуть позже. В студии к нам присоединится президент городской федерации греко-римской борьбы Александр Кадочкин. Не переключайтесь. Студия «Четвертая власть». Это приятное заведение, где случаются судьбоносные встречи и развиваются красивые истории. Студия «Четвертая власть». Улица 30 лет Победы, 27-2. Телефон 72-888-3. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Ну и снова в студии. Александр Николаевич Кадочкин вместе с нами. Здравствуйте, Александр Николаевич. И вот первый вопрос все-таки. Каковы, как вы считаете, перспективы борьбы греко-римской? И в целом борьбы по поводу того, останется она или не останется в программе Олимпийских игр? Ну, я думаю, что все меня поддержат. И мое мнение, не только борцы, и волейболисты, и футболисты, которые тоже в последние время подключились к акции «Сохраним борьбу в Олимпийской программе». Я думаю, что она останется. Единственное то, что сегодня нужно пересмотреть отношения к виду спорта, рекламы этого вида спорта, ну и, конечно, зрелищности. Ну, вот как раз, если касаться регламента проведения соревнований, каким образом их можно сделать интереснее? Потому что, ну, вот, сейчас развивается такое течение, как «Миксфайт», «МВА» и так далее. Может быть, вот в эту зрелищность уходить? Воснеугольники строить? Да нет. Я думаю, что вот здесь нужно вести более такую разъяснительную работу в этом направлении. Потому что спорт, экскультура – это одно целое. И в большей степени спорт он предназначен и для того, чтобы получать здоровье. То есть, если есть вершина, как говорится, это те спортсмены, которые защищают честь своей страны, там, на Олимпийских, на чемпионатах мира. Вот. А основание – это вот те детишки, которые приходят заниматься физкультурой, физкультурой с определенным направлением по виду спорта. Вот. Ради этого проводятся, развиваются вот такие вот виды спорта. Вот. И в такой спорте, как наш, это спортивная борьба. Вот. Это, я думаю, что один из древних видов спорта, который доказал то, что он воспитывает, то, что он тренирует. И заставляет человека не только показывать какую-то красоту, зрелищность, потому что зрелищность, она бывает разная. То есть, не для всех зрителей подходит. Вот этот вот статус, олимпийский вид спорта, он необходим на муниципальном уровне? Каким образом он действует? Во-первых, самая большая, значит, ну, как выразится, олимпийский чемпион – это как звезда далекая, к которому стремишься. То есть, это самая большая награда. Самая высшая награда. Да, самая высшая награда. То есть, человек посмотрел за олимпийские игры, поболел за свою страну, а сегодня пришел в спортивный зал. То есть, не каждому дано, тем более в юношеском возрасте, понять, что это полезно для здоровья. А мальчишка, он увидел, олимпийского чемпиона, увидел его радостные глаза, вот этот гимн России. Вот он загорается и идет в спортивный зал. Идет на этот вид спорта. И за счет этого в первую очередь появляется масса. Вот, а уже сегодня, конечно, наше общество приходит к тому, что уже, будучи зрелым человеком, ты где-то работаешь и начинаешь заниматься своим здоровьем. Но уже бывает иногда поздно, иногда, допустим, не вовремя. Да, не вовремя. А вот то, что когда тебя искусственно заставят, тебе покажут конфетку, ты пришел и задержался. С точки зрения преференции видом спорта, вы чувствуете, что у вас есть преимущество перед другими неолимпийскими видами спорта, которые представлены широко в нашем городе? Ну, я не знаю, при распределении спортивных объектов, спортивных площадок или в каких-то другие моменты. То есть вот с этой точки зрения статус олимпийского вида спорта, он как-то играет положительно или нет? Играет однозначно. Сегодня, если взять клубные виды спорта, да, ну, понятно, это игровые спорты, это зрелищность. Они выигрывают, видите, и как-то заинтересовывают в большей степени взрослую часть населения, подтягивают. А такие виды спорта, как единоборство, они должны брать чем-то другим. У нас не развита клубная борьба, потому что здесь нету таких больших денег. Вот здесь вот именно идет работа с педагогической точки зрения объяснить, значит, затянуть в спортивный зал. Поэтому вот среди единоборств развивается вот именно такая школа через массовость, вершины. Александр Николаевич, давайте вернемся к нашим соревнованиям. Турнир памяти Фармана Салманова, он растет, привлекает международный статус, статус соревнований уральского федерального округа. Как он изменился за эти годы? Это 11 раз этот турнир стартует. Как он изменился за эти годы и кого мы увидим в Сургуте в 11 раз? Ну, турнир Салманова, он уже стал знаковым не только у нас на севере, в России. Вот. Даже из нашего турнира переносли в Спартакеаду, третий этап, так как многие тренера, которые готовились к этому турниру, значит, высказали мнение, что нужно участвовать, посещать такие мероприятия, значит, вот. Это говорит о том, что турниры, знаешь, знают, к нам едут. Вот. И им нравится не только организация проведения, им нравится вот эта массовость, то есть, очень много весовых категорий мы проводим. То есть, здесь он проходит у нас по двум возрастам, это взрослые, вот, где ребята уже, юниоры, имеют шанс выполнить на работе мастера спорта России, то есть, это тоже, как бы, вот. Мастерский турнир, да? Да, турниры, вот, при определенных условиях, значит, можно завоевать вот такое звание. Спасибо вам, что пришли. Футболе болельщик – это 12-й игрок в хоккее и в волейболе – 7-й. О преданных поклонниках команды говорить можно долго, это особый разговор. Но, что стоит отметить, что они к каждой игре своего любимого клуба готовятся заранее и с особым трепетом. Они выезжают на игры вместе с командой, невзирая ни на время года, ни на календарь, ни на дальность переезда. Настоящий болельщик всегда ликует, когда его команда выигрывает и всегда опечален, когда его команда проигрывает. Все о настоящих болельщиках узнала Анна Серикова. Ее репортаж в рубрике «Команда» мы и посмотрим прямо сейчас. Аэропорт Сургута. У стойки регистрации толпятся люди. Но это не обычные пассажиры. У них в руках барабаны, мегафоны, спортивная атрибутика. Болельщики волейбольного клуба «Газпром Югра» как обычно вылетают на игру поддержать свою любимую команду. На сей раз их ждет Казань. Сегодня мы прилетаем туда. Там у нас есть Виталик Перлов, который улетел с команды, который готовит вам полностью платформу. Приезжаем в зал. Там еще соберемся где-нибудь рядышком. Буквально на 2-3 минуты. И будет время на свободное время. Каждому далеко не уходите. Время, когда подойти в зал, я скажу. Взяв в зал, мы войдем в атрибутики «Зенита». Нам надо сесть так, чтобы реально помочь нашим ребятам. К матчам болельщики готовятся так же основательно, как спортсмены. Разрабатывают планы по завоеванию своего места на трибунах. Продумывают стратегию поведения на соревнованиях. Разбирают игру и психологические особенности соперников. Также проводят предматчевые совещания. Но об этом позже. А пока чартер «Сургут-Казань». И приятное волнение перед очередной волейбольной феерией. Мы летим в Казань поддержать нашу команду. Рэд-рэд! Они уже давно одна команда. Спортсмены, тренерский штаб и болельщики. Для них «Газпром-Югра», «Сургут» и волейбол не просто слова, а часть жизни. Именно поэтому, невзирая на расстояние проблемы, люди разного возраста и профессии вновь и вновь откладывают в сторону дела и на время забывают обо всем, кроме игры. Семья Ушининых уже два года входит в клуб болельщиков волейбольного клуба «Газпром-Югра». Они живут в «Радужном». Но это не мешает им находиться на трибунах всегда, когда на площадку выходит любимая команда. До аэропорта мы обычно где-то 4,5 часа добираемся. До зала, если домашний игра, то 5 с небольшим. Потому что игра обычно вечером, попадаем, бывают в пробке. Спорт уже давно и прочно вошел в их жизнь. Поэтому вопрос, ехать или нет на матче с участием «Газпром-Югры», перед ними не стоит. Домашний матч проблем нет, потому что они выходные, правда, супруга у меня по сменам работает. Когда бывает, договариваются, меняются, когда. Выезжаем мы, вот в этот раз мы поехали на подряд три игры, то есть мы заранее уже календарь знали. Я взял остатки отпуска за прошлый год. Тот, кто не болеет, тому этого не понять. На большую землю, по нашему, на большую землю, приезжаем к родственникам, и они говорят, куда вы ездите, в Сургут? Да. А он рядом там, в Сургут? Да нет, почти 400 километров. Это как от нас до Москвы? Я говорю, да. Ну мы ненормальные. Ну, может, мы ненормальные, нам это нравится. Пенсионеры, студенты, работники различных предприятий из Сургута, Сургутского района, Радужного и Ханты-Мансийска. Всех их объединил волейбольный клуб «Газпром Югра». Сейчас в команде болельщиков около 100 человек, но они не остаются незамеченными даже среди нескольких тысяч зрителей. Сегодня весь Ханты-Мансийский округ приехал практически поддержать родную команду. Мы должны сегодня победить, потому что мы заслуживаем этой победы. Наша команда самая лучшая. Олег Мацигора сам с детства увлекался волейболом. 10 лет назад пришел на игру команды «Газпром Югра». С тех пор он постоянно на трибунах, а несколько лет назад ему доверили возглавить клуб болельщиков. Наше дело, дело любого болельщика, не обсуждать команду, не кидать к ней камни, как бы команда не сыграла, выиграла она, проиграла, как в каком-то эпизоде сыграл непосредственно игрок на своем месте. Это не дело болельщиков. Наше дело сделать так, чтобы помочь команде любыми возможными и разрешенными способами. А способов помочь любимой команде в арсенале болельщиков масса. Один из основных – сбивать соперника с подачи. Подача – это один из основных элементов, с которым начинается все в игре. Соответственно, любой игрок, любой команды этот элемент отрабатывает очень тщательно, и он у него расписан по секунду. То есть шаг один, шаг второй, подброс мяча, удар по мячу. И если игрока в этот момент сбить с этого ритма, то, соответственно, подача может не получиться. Вот на это все направлено. В некоторых матчах, естественно, мы знаем, в какой команде, к какому игроку можно применить что-то, к какому, у кого нервы абсолютно железные и что-либо делать так бесполезно. Второй момент – это барабаны. То есть я вернусь к тому, что человек, готовясь к подаче, действует по четкому ритму. И если этот ритм сбить барабанами, соответственно, сбиваются частые подачи. Но есть еще много достаточно таких вот элементов, о которых мы пока держим это все в тайне. В этом сезоне волейбольный клуб «Газпром Югра» неоднократно радовал своих болельщиков. Были повержены в такие титулованные клубы, как «Белогорье», «Новосибирский локомотив», «Казанский зенит», «Одинцовская искра» и «Московская динамо». И всегда волейболистов поддерживали болельщики, причем целыми семьями. Жена и дочь Олега Мацигора тоже являются частью дружной команды и активно болеют за «Газпром Югру». На игры с барабанами я начала приходить довольно давно, как только научилась играть. Я знаю, что это помогает команде, помогает сбить соперника, помогает дать боевой дух нашим ребятам. На эмоциях, на тех ощущениях, которые получают игры, я даже не замечаю того, что начинают болеть руки, не замечаю ничего вокруг. Просто главное помочь команде в этот момент. Опять в гостях игра «Вперед, Газпром Югра», «Грозе авторитетов», «Ура, ура, ура». В свободное время болельщики выезжают на экскурсии по городам, в которых проходят матчи. К примеру, Казань впечатлила их своей красотой и историческими памятниками. Но все же главное – это игра. Чего скрывать? Активных болельщиков не любят и места им, как правило, выделяют на дальних трибунах, где, несмотря на старания, услышать их поддержку очень сложно. Потому иногда приходится разрабатывать план «Троянский конь». Болельщики приходят в зал в форме команды соперников, занимают хорошие места, а потом переодеваются. Все для команды, все для победы. Я достаточно в этом отношении, на самом деле, очень эмоциональный человек. И если за что-то беру, что-то делаю, отдаю, стараюсь отдавать всего себя. Безусловно, когда болеешь, понимаешь, что какой-то частью команде и помогаешь, и сам от этого получаешь определенный адреналин, потому что, когда твоя команда побеждает, это всегда приятно. Ну, бывают какие-то случаи, когда проигрывают, расстраиваемся, тоже обсуждаем. Спасибо большое, огромное, за их терпение, за их поддержку. В клуб болельщиков приходит очень много людей, но остаются единицы. Те, кто действительно готов на все ради любимой команды. Уважаемые друзья, сургутяне, гости нашего города. Закончен очередной очень тяжелый сезон в российской волейбольной суперлиге. Но пройдет совсем немного времени, и мы вновь встретимся в нашем зале. И нас вновь будут ожидать самые интересные волейбольные баталии и переживания за нашу команду. Приходите на трибуны, болейте. Ведь волейбольный клуб «Газпром Югра» – это не просто команда, это большая дружная семья. От имени всех болельщиков хочу поблагодарить игроков, тренеров, все руководство клуба за то, что мы на протяжении стольких лет имеем возможность в нашем городе, северном рабочем городе, наблюдать волейбол такого самого высокого уровня. Спасибо вам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из самых высокорослых баскетболистов в России играет в Сургуте. Центровой университет Александр Рындин с ростом 225 см мешает страх и ужас своим оппонентам. Выше Александра в суперлиге только знаменитый гигант из Новосибирска Павел Подкользин, да и то выше-то на один сантиметр. Как с таким ростом играть в баскетбол, об этом, а также о важных элементах игры в защите, узнала Дарья Давыдова. Сегодня в рубрике «Совет мастера» Александр Рындин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мне удалось примерить форму баскетбольного клуба университета Граймена. В такой майке и в таких вот шортах парни разминаются. Сегодня свой мастер-класс для меня проведет Александр Рындин, между прочим, один из самых высоких баскетболистов России, и он будет учить меня крутить баскетбольный мяч на пальце. Ну, конечно, я шучу, и мы будем учиться играть под кольцом, да, Саша? Конечно. Саша, есть какие-то правила вообще, основные игры под кольцом? Ну, для больших, основное правило игры под кольцом – занять место поближе к кольцу, чтобы при передаче от маленького игрока кто мог развернуться и сразу же забить. А я вот маленький игрок, мне что делать? Ну, бывают исключения. И маленький тоже может заняться под кольцом. А есть какие-то варианты бросков, или никак не называется? Просто мяч кинул, как полетел, так и полетел. Ну, конечно, существует много вариантов бросков. Можно простым броском общить, можно чисто забить мяч, можно полукрюком, либо бросок сверху. Что такое бросок сверху? Бросок сверху – это забивание мяча либо двумя руками в прыжке, или калачем, как бы, мяч внутрь. Покажешь? Да, конечно. Саша, а как ты проходишь дверные проемы? Нагибаюсь. А какой у тебя размер обуви? Беда? Десятый. А как обувь покупать? Нормально? Нормально. В нынешнее время не проблема. А брюки-то? Ну, тоже все с американских сайтов. А, то есть тебе русского ничего нет? Ну, в России трудно найти. А тебе часто пристают вопросы, почему такой высокий? Раньше, да. А девочки? В данный момент нет. А мальчики? Да и мальчики тоже перестали. Саша, почему не волейбол? Вообще, мне кажется, с таким ростом много туда можно пойти. Ну, в волейбол рост уже перебор. Там выступают поменьше игроки. Ну, почему Дима Мусырский, например, 2,23 ростом, если я не ошибаюсь? Ну, это редкость. Это редкость волейболи. По детству занимался, во времена школы еще. Ну, потом перешел в баскетбол. Почему не лыжи, например, на какие-нибудь? Ну, я живу в той стране, где снега вообще не бывает. Это в какой? В Азербайджане. Я тоже могу класть мяч в кольцо. Только, конечно, не без помощи самого высокого центрового в России. Больше всего на свете я боялась, что это кольцо меня просто-напросто не выдержит, как-никак 55 килограмм. А нет, даже ножками могу болтать. В любом случае, я выше даже Александра Рындина-Чайров в 2,25, между прочим. Самосовершенствуйте, занимайтесь спортом и смотрите Спортлайн. Дима, я сюда не влезу. Я все-таки застряну в сетке. Господи, ну зачем в твою голову приходят вечно такие идеи? То берег левый на рано, то берег правый. Разлук так много на земле. Там чё-то много, он один у переправы. Неоднозначно оказалась прошедшая неделя для сургутских болельщиков, но она завершилась, собственно, как и наш выпуск. Ну а впереди ещё рубрика без комментариев. Мы с вами на этом прощаемся. Будьте здоровы. И до встречи на спортивных площадках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok